МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах в этом выпуске. Республику трясет. За ночь в Дагестане зарегистрировано сразу два землетрясения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полмиллиона субсидия на жилье инвалидам. В ожидании сертификатов до конца месяца 58 очередников. Пожар срочно покинуть помещение в педуниверситете. На учениях МЧС отрабатывала свою боевую готовность. Сразу два землетрясения произошло ночью в Дагестане. Подземные толчки магнитудой до 4,5 баллов ощутили в столице республики, а также в Каспийске и Буйнакске. Результаты землетрясения видны на кадрах, которые выкладывают в соцсетях. В некоторых домах потолки дали трещины, посыпалась штукатурка. Известно, что эпицентр землетрясения находится в пригороде Буйнакска на глубине 10 километров. Данные о пострадавших не поступали. Дербинские врачи спасли жизнь школьницы, получившей тяжелую травму после ДТП. 12 мая в селении Белиджи грузовой бензовоз переехал 9-летнюю девочку. Школьница в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в Центральную городскую больницу Дербента. Учитывая высокий риск осложнений и угрозу для жизни, доктора провели операцию на месте. Хирурги два часа, в буквальном смысле, собирали ребенка по частям. Сейчас маленькой пациентке намного лучше. Она переведена из реанимации в отделение детской хирургии в удовлетворительном состоянии. В Министерстве труда и социального развития состоялось вручение свидетельств на улучшение жилищных условий инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов. Напомним, в соответствии с постановлением правительства Республики Дагестан в 2019 году подписано 98 свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья. Размер выделяемой суммы составляет 533 тысячи рублей на одного человека. До конца текущего месяца дополнительная цена планируется обеспечить свидетельствами еще 58 очередников. В 2018 году, в прошлом году, было выдано 72 свидетельства. В 2017 году 77. Сейчас где-то почти на треть больше. На четвертую нам час, да, это 98 инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, получат, значит, свидетельства. И это более 52 миллионов рублей. Самое такое, конечно, чтобы улучшить жизнь, жизненные условия, вот, улучшение жилищных, вот, эти проблемы. И также, конечно, чтобы инвалидов во всех подъездах, чтобы были планы, чтобы инвалид мог не сидеть у четырех стен, а мог, чтобы выходить. А власти Махачкалы направят почти 20 миллионов на ремонт дороги, дублирующей проспект Акушинского со стороны Советского района. Махачкалинская агломерация уже третий год участвует в программе «Безопасные и качественные дороги». В ее рамках будет выделено 20 миллионов на ремонт дороги протяженностью более 4,5 километров. По словам представителей мэрии, всего на ближайшие пять лет в рамках нацпроекта предусмотрено отремонтировать дороги на 325 улицах. Пожар. Всем покинуть помещение. Спасатели МЧС срочно эвакуировали студентов педагогического университета. К счастью, лишь для того, чтобы отработать действия при чрезвычайной ситуации. По легенде, возгорание произошло на первом этаже в библиотеке. Условный пожар стремительно начал распространяться по аудиториям и доходит до актового зала. Большинство студентов эвакуировались самостоятельно. Кого-то из захваченного огнем помещения выводили пожарные. Весь процесс выглядел вполне реально. Звук сирены, машины с мигалками и, конечно же, бригада МЧС в полной боевой готовности. Отметим, что все подразделения справились успешно с поставленной задачей. Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Люди эвакуированы успешно. Такие тренировочные мероприятия проводятся ежеквартально. Их цель – проверка системы пожарной сигнализации, отработка действий как сотрудников ведомства, так и преподавателей и студентов вузов. Цели и задачи пожарно-тактического учения были достигнуты. Все действия были отработаны, слажены. Оценка удовлетворительна. Всего у нас было задействовано 6 единиц техники и 21 человек. В Дербенте провели экскурсию для людей с ограниченными возможностями. Гости из 15 регионов России посетили древнейший город. Поездку для них организовало Дагестанское общество инвалидов. Подробности необычной экскурсии у Хаджи Курбановой. Более 40 инвалидов из разных уголков страны в древнейшем в России городе. У всех из них небольшие ограничения в здоровье. У кого плохое зрение, у кого сложности с передвижением. Специально для их транспортировки был задействован автомобиль для перевозки маломобильных групп населения. Одно из первых желаний гостей – посмотреть на рынок Аллу – главную достопримечательность города. Я обращаюсь в первую очередь к гостям из других регионов нашей страны. Приезжайте, вместе с семьями приезжайте. Конечно, сейчас инфраструктура города, в конце прошлого года изменилось руководство, и мы все новые члены новой команды. Мы сейчас будем все делать для того, чтобы инфраструктура была удобна туристам и всем людям с небольшими ограничениями, чтобы всем было удобно в нашем городе. Для гостей была проведена бесплатная экскурсия по крепости. Большинство участников в силу своих ограниченных возможностей посетили Дербент впервые, но остались под большим впечатлением. Замечательное впечатление, поскольку я уже знал, что Дербент – самый южный город Российской Федерации. У него многовековая, если не сказать, тысячелетняя история, за которую спорит наш ряд российских городов Ефатой и Феодосия. Но впечатляет и вид этот, и исторически, как эта земля переходила от конфессии, от народов и так далее. Я очень рад, что в России есть такой город прекрасный. Гости выразили свою признательность с организатором и даже пообещали вернуться сюда вновь. Стоит отметить, что всю экскурсию имболидов сопровождали волонтеры из Дербентского филиала до Госуниверситета. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент. Среди воспитанников детских садов состоялся финал второго республиканского конкурса «Золотые правила нравственности». Мероприятие проходило в форме фестиваля «Дружба народов Дагестана». Команды из разных городов и районов презентовали одну из народностей, проживающих в республике. Дети рассказывали об истории, обычаях, традиционной еде и одежде. Победителей наградили памятными дипломами и призами. И о спорте. Триумфом дагестанских бойцов ММА в Нью-Йорке завершился второй турнир Лиги ПФЛ. В очередном розыгрыше миллиона долларов успешно стартовали пятеро наших спортсменов. Самым ярким выступлением отметился Мавлит Хайбулаев. Он ударом с колена в прыжке на десятой секунде нокаутировал американца Дэймона Джексона. Теперь он шестью очками возглавляет свой полулегкий дивизион. До срочной победы добился и другой дагестанец Ахмед Алиев. В первом раунде он одолел бразильца Карлоса Сильву. Остальные наши бойцы также повысили свои шансы попасть в основную сетку гран-при. Рашид Магомедов, Гаджи Рабаданов и Ислам Мамедов записали свой актив в победы решением судей. Это была последняя информация. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова